Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковин, и сегодня 4 июля. Это вторая часть ролика, посвященного событиям стратегической ситуации на фронте и видению этой ситуации разными силами. В этой части, во второй части, я хочу больше времени уделить ленд-лизу. Тем более, мне на глаза попался очень хороший разбор этой темы и вообще тема иностранной помощи в Украине. Ссылку на этот обзор, разбор, я дам внизу, в описании к этому ролику. Я хочу с вами поделиться этой историей. Почему? Потому что, мне кажется, это очень-очень важная тема, которую многие не вполне понимают. Ну, во-первых, все даже как-то и не вспоминают про западную экономическую помощь, когда речь идет о той поддержке, которую сейчас Европа и США оказывают Украине. Хотя в условиях современной войны, современного военного, военно-политического противостояния экономическая помощь не менее, а даже более важная, чем помощь чисто военная. Без экономической помощи, я думаю, в Украине был бы сейчас хаос настоящий, нищета, еда по карточкам, доллары за 10 тысяч гривен и тому подобные ужасы. Бензина, других видов топлива, скорее всего, не было бы вообще. Пенсии пришлось бы либо отменять, либо снижать до какого-то минимального предела. Ну и так далее. Сейчас же, не знаю, буквально в 200 километрах от линии фронта, почти нормальная жизнь идет в Украине. Это, если разобраться, просто почти невероятная роскошь для военного времени. Вот нормальная жизнь, почти нормальная жизнь в условиях войны, это крайне редкое явление. В других странах, на которые нападала Российская Федерация, ничего подобного не было. Там взять Чечню, там Грузию, там все было гораздо-гораздо хуже во время вторжения. В результате того, что помощь иностранная пришла в Украину, экономическая и всякая другая, украинское государство как институт смогло выстоять. Оно не рухнуло, оно не обвалилось, как на то надеялись в Кремле. Мы этого, в общем, почти не замечаем, так как в этом смысле мало чего изменилось. Мы как человек, знаете, у которого над духом просвистела пуля. Или рядом с которым со скалы упал огромный булыжник. Вроде как бы человек стоит нетронутый, и жизнь его мало изменилась. Но все могло быть совсем-совсем иначе, если бы чуть-чуть изменились обстоятельства. Если бы обстоятельства места в данном случае чуть-чуть, капельку изменились, то человека просто не было бы. То есть, вообще-то говоря, чуть ли не главной целью российского вторжения, первой части российского вторжения, первой этапа российского вторжения в Украину, было именно уничтожение государственных институтов Украины, прекращение исполнения, выполнения государством своих базовых функций. Слава богу, этого не произошло. И это, на мой взгляд, достижение даже круче, чем изгнание россиян с острова Змеины и установление там украинского флага. Благодарить за то, что государство выстояло в полном объеме, во многом надо именно иностранную, финансовую, логистическую, товарную и всякую другую помощь. Но в первую очередь, наверное, все-таки финансовую. Благодаря ей, благодаря этой помощи, помимо всего прочего, работают многие заводы, работают многие фабрики, предприятия, включая даже оборонные. Все они так или иначе помогают приблизить победу. Но давайте именно к военной помощи. Про экономическую, я думаю, уже все понятно. Как пишут авторы исследования, западные государства своими поставками уже перевернули весь ход войны в Украине. В Украине массовые поставки пехотных противотанковых систем поставили жирный крест на любых попытках ведения Российской Федерации маневренной войны. Никакие танковые броски теперь просто-напросто невозможны. Конец цитаты. Собственно, тут, в общем, спорить не с чем. О каких таких танковых бросках можно говорить, когда у каждого украинского солдата, условно говоря, по два джавелина или по два НЛО за спиной. Конечно, танки в такой войне становятся просто исключительно жирными и желанными целями для любого пехотинца. Конечно, танковые клини, пришлось о них забыть, потому что танки супер неэффективны в такой войне, когда у каждого солдата есть противотанковый комплекс. Именно поэтому о походах на Киев, о танковом клини на Одессу сейчас даже в Москве практически никто не говорит. Все понимают, что не дойдут. Это нереально. Это просто нереально. Предел мечтаний российской армии сейчас это захват Славянской Граматорска, да и то, в лучшем случае, через несколько месяцев войны. Западные поставки уже сейчас сорвали изначальные планы Российской Федерации насчет использования ее значительного, действительно значительного преимущества в бронетехнике. Фактически это преимущество сведено на нет благодаря западным поставкам вот этих самых джерелинов, ЭНЛО и их аналогов. То же самое касается в значительной степени и авиации. После огромных потерь в самолетах и вертолетах в самом начале войны, вооруженные силы России постепенно снижают количество боевых вылетов своей авиации, несмотря на усиление интенсивности боевых действий. Причина заключается в поставках западных противовоздушных и зенитно-ракетных комплексов. С большой высоты российские самолеты ничего бомбить не могут, поскольку у них почти нет высокоточных ракет. А на небольших высотах самолеты и вертолеты становятся очень легкой целью для наземных зенитчиков, у которых вот эти самые ПЗРК переносные. То есть преимущество в авиации у России тоже исчезло. Поставки иностранных противокорабельных ракет и эффективное использование этих ракет, как несколько кораблей уже утопили, фактически выдавили Черноморский флот из западной части акватории Черного моря и позволили, собственно, освободить остров Змейный. Таким образом, российское преимущество на море, на воде тоже исчезло. О десанте около Одессы или около Николаева сейчас вообще уже речи не идет. Все понимают, что это абсолютно невозможно. То есть иностранные поставки, самые разные, иностранная помощь спасли государство как институт, спасли экономику государства, спасли финансовую систему, ликвидировали преимущество Российской Федерации в танках, не дали Путину использовать на всю катушку авиацию и уже утопили несколько кораблей, очистив западную часть Черного моря от присутствия российского флота. Западные системы связи, то есть тут можно продолжать, системы связи помогают очень сильно управлению войсками. Украинские военные почти молятся на Старлинк, вот эти тарелки Илона Маска, которые позволяют поддерживать интернет-связь и вообще любые виды защищенной связи в любой точке поля боя. Россиян этого даже близко нет. Иностранные беспилотники позволяют круглосуточно вести разведку и корректировку огня артиллерии. Американские разведданные прямо из ЦРУ и плюс Хаймерсы, конечно, позволяют каждый день уничтожать склад или штаб или какую-то военную базу россиян, то есть какую-то очень серьезную цель. Сюда же добавим контрбатарейные и другие радары, которые поставили с Запада, оптические ночные прицелы, прицелы ночного видения, дальнобойную артиллерию, бронемашины и много всякой другой всячины. Каждый из этих поставок немножечко, чуть-чуть меняет правила ведения всей этой войны в украинскую сторону. Все вместе, оно может быть не так и заметно, потому что, ну конечно, сравнивать если с мирным временем стало все гораздо хуже. Но если сравнивать с тем, как могло бы быть, то ситуация сейчас в общем гораздо лучше, чем то, что могло бы случиться с Украиной. Конечно, на войне много помощи не бывает, естественно. Всегда хочется больше и больше, это разумное желание. Но все равно нужно, мне кажется, уметь ценить то, что уже имеется, тем более, что дальше все-таки больше-то будет. Все, что я перечислил, это были разовые, единичные, бессистемные, в какой-то смысле поставки западной помощи, военной, финансовой и всякой другой. Но с началом нового финансового года, осенью, в США начнется и ленд-лиз. Что это такое? Это все то же самое, только в 10 раз мощнее, а может и больше, чем в 10 раз. Ну, во-первых, экономическая помощь. Уже сейчас речь идет о том, что газ, разные виды топлива, горюче-смазочные материалы, нефтепродукты, все это зимой Украина будет получать фактически бесплатно с Запада. Это же касается стройматериалов, сырья, оборудования для производства всякой военной всячины. Например, ткань для производства, для пошива военной формы, микрочипы и детали для беспилотников, двигатели для танков и машин, запчасти для всех видов техники, какие-то болванки для производства снарядов, мин и так далее. И тому подобные всякие эти штуки, ракеты, ТДТП, все-все-все, это будет идти Украину практически бесплатно. Платить надо будет только за то, что останется у Украины после войны, и то по желанию, не хотите отдавать назад. И если решат оставить себе украинцы это все, то по очень-очень льготным ценам. То есть, ну, по сути дела, это почти бесплатные поставки. Это то, что касается экономической помощи, ну и военной помощи тоже самое. Потому что чисто военная помощь сейчас пойдет совсем другого масштаба, ну не сейчас, осенью. Давайте я процитирую автора этого исследования. Land Lease подразумевает переподготовку украинской армии в соответствии со стандартами НАТО и массовой поставки современных вооружений, включая тяжелую бронетехнику, артиллерийские системы, ПВО и, возможно, даже авиационные комплексы, то есть самолеты. Несмотря на то, что закон о Land Lease был подписан еще в мае, для организации процесса необходимо несколько месяцев. В них входит подготовка военного персонала, расконсервация производства техники и, что особенно важно, аналитическая работа и проработка вопросов логистики. То есть, все лето украинские и американские военные будут готовить, то есть уже готовят, я думаю, целую номенклатуру, то есть список техники вооружения. Изучают вопрос модернизации и подгонки приспособления вот этой всей техники под украинские условия. Ну, условно говоря, перевести надо хотя бы там инструкцию с английского языка на украинский. Ищут на складах необходимую технику, потому что, опять же, не все сразу есть в доступности. Раздают заказы заводам и фабрикам на производство того или иного, чего-то там еще, чтобы это все было, да, потому что, может быть, Украине там нужно что-то такое, чего мало у американцев. И поэтому нужно доделать, допроизвести какие-то детали или что-то такое. Раздают эти заказы заводам и фабрикам, готовят транспорт, готовят склады для переброски всего этого добра в Украину. Ну и кроме того, естественно, еще одна очень важная задача, без которой никуда не деться, это обучение. И причем не только солдаты и офицеров, которые будут непосредственно пользоваться техникой, стрелять из нее и так далее, но и техников, ремонтников, инженеров, заправщиков, водителей, весь остальной прочий, кладовщиков, может, каких-то персонал, который необходим для нормального использования сложной иностранной техники. Потому что, вы же понимаете, нельзя отправить самолет и сказать «налетай». Нужны огромные вложения в людей, которые будут этим самолетом военным заниматься на земле. Ремонтировать его, настраивать ему всякие электронные системы, потому что сейчас самолет, современный компьютер с крыльями. Обеспечивать ему бесперебойную связь, цеплять к нему бомбы и ракеты, они же тоже все умные сейчас, заправлять этот самолет, ну и так далее, и так далее. Это я еще про пилота ничего не сказал, потому что пилоту тоже довольно долго пришлось бы учиться управлять самолетом, каким-нибудь R15-16, я уж не знаю. В общем, американцы сейчас составляют план, как им за несколько месяцев обучить и вооружить по натовским стандартам, фактически с нуля, целую армию, немаленькую армию, которая, ко всему прочему, сейчас прямо находится в состоянии войны с крупнейшей ядерной на полчасика державой, во главе которой находится очень опасный психопат. То есть, очень не банальная задача, естественно, по щелчку пальцев решить ее практически невозможно, так не бывает. Для полноценного начала работы ленд-лиза нужно время, видимо, несколько месяцев. Обычно говорят, что он начнет работать на всю катушку в октябре, я думаю, это вполне реалистичные сроки. Конечно, я скажу, как и все, конечно, хотелось бы быстрее, но надо помнить, что вот пока не начался ленд-лиз, довольно большие поставки все равно идут. То есть, все эти джавелины, и стингеры, и гарпуны, и хаймерцы, и противобатарейные радары, и так далее, и так далее, все это из системы связи пришли без всякого ленд-лиза. Но из-за сложности и необычности, и из-за масштаба, просто масштаб гигантский поставленной задачи, сейчас ключевым фактором победы Украины в этой войне является время. Вопрос стоит так, удержат ли вооруженные силы Украины натиск российской армии до начала массированных поставок вооружений, боеприпасов и всего прочего. Последние события на Донбассе дают надежду, что да, сдержат. Наступление российской армии идет очень-очень медленно, оно идет туго, с большими потерями, жертвами для этой самой армии. Проломить фронт украинский, окружить, уничтожить украинскую армию российские войска не могут. Это уже ясно. Если не побеждаешь ты, то побеждают тебя. Именно поэтому, как говорит Диркин, уже в ближайшие месяцы украинские войска могут вызвать кризис на отдельных участках фронта. Проще говоря, разбить и уничтожить российскую армию и ее сателлитов. Я-то, правда, что хочу сказать, очень важную вещь. Хочу, чтобы меня правильно поняли. Это легко не будет. Российская, абсолютно, это очень сложно. Российская армия просто огромная. У нее немыслимое количество реактивных систем, систем залпового огня, минометов, артиллерийских систем. Запасы ракет, снарядов и мин у них почти бесконечны. У российской армии море танков. Плохих, старых, но все-таки танков. У нее есть многочисленные и очень хорошо подготовленные и экипированные штурмовые отряды пехоты. То есть, эта армия не только там какие-то партизаны в обносках. Там есть хорошая пехота, способная эффективно вести боевые действия в городе. И эта пехота очень многочисленная. Это просто лавина, реально, это Орда, огромная Орда. Сейчас украинские войска с огромным просто трудом держат фронт за счет нечеловеческого упорства, смелости, героизма. Не знаю, очень многие люди при этом погибают, конечно. Еще больше получают ранения. Но то, что они делают сейчас на фронте, это чудовищно сложно. Это немыслимые какие-то нагрузки. Но с каждым днем сопротивления они немного ослабляют российскую армию. Они выигрывают драгоценное время для новых поставок, которые со временем переломят ход войны. И пустят линию фронта двигаться в обратном направлении, то есть на восток. Самое главное тут вот что. Процесс укрепления украинской армии, ее усиление уже не остановить. В западных демократиях инерция принятия решений очень-очень сильна. Если они запустили ленд-лиз, то сейчас он будет только набирать обороты. Никакая сила в Вашингтоне и его окрестностях не сможет остановить лоббистов оружейных компаний, американских компаний, которые уже почувствовали запах десятков миллиардов долларов, направленных на ленд-лиз. Пока Путин не будет полностью разбит, пока российская армия не потерпит поражения, эти лоббисты от своих денег ни за что не откажутся. И оружие, самые современные оружейные системы будут идти в Украину все более и более широким потоком. Для Украины сейчас самое важное это продержаться, сохранить свою армию и выиграть время. И тогда все получится. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Меня зовут Иван Яковина. Да пребудет с вами Силой. Пока-пока.